Новый сквер на бульваре Евскина продолжает преображаться. Специалисты ремстроя выровняли площадку, спроектировали прогулочные дорожки и приготовили места для клумб. Первые деревья появились здесь уже в эти выходные. В посадке деревьев принял участие глава Анапы Юрий Поляков. Нам вообще надо в городе как можно больше сделать зелёных зон. Вот мы находим пятачки, нашли пятачок там на улице Ленина, мы его сделали. Нашли здесь, а пятачок здесь был, самострой. Снесли, сделали сквер. Домов, посмотрите сколько. А ничего нет, ни зелёных зон, ни парковок, ничего нет. То есть это бетонные джунгли такие, поэтому пытаешься хоть что-то сделать такое, чтобы людям было приятно даже выйти погулять здесь. По словам специалистов, платаны хорошо приживаются в Анапе. Они любят влажную, тёплую погоду. Это деревья-богатыри с раскидистой кроной и густой листвой. Летом платаны создадут тень, в которой можно будет укрыться от солнца. В посадке 17 платанов помогла торгово-промышленная палата. Предприниматели за свой счёт приобретают деревья, то есть подготовительные работы, всё это плачут предприниматели. Уже силами предпринимателей уже высажено порядка сотни деревьев на территории за этих три года. И дай Бог, как сказал Юрий Фёдорович, чтобы каждый застройщик на одну квартиру, которая строит эти дома, посадил одно дерево. К началу курортного сезона на бульваре Евскино появится полноценный сквер. Теперь парковой зоне нужно придумать имя. Рядом садик и школа. По мнению Юрия Полякова, и название у сквера должно быть детским. Детский скверик или малышок, допустим. Ну, какое-то вот такое название. Какие мысли? У вас может что-то вы... Но если брать то, что у нас рядом детский садик и расположение самого сквера, то напрашивается детское название или «Солнышко», или «Звёздочка». Устраивает и так, и так, да. Сейчас в благоустройстве сквера администрации помогают местные жители и предприниматели. Вскоре начнётся закладка прогулочных дорожек, озеленение и строительство плоскостного фонтана. По словам специалистов, работы ведутся в срок. Сквер будет открыт к началу курортного сезона. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Роман Беркалиев. Анапа. Регион.